Так мы скоро уже и закончим такими темпами сумасшедшими. Я слышал, наши говноделы снова взялись за работу. Сериал «Грозный». Я боюсь, мы без работы-то не останемся. Сериал «Грозный». Скоро выйдет фильм, по-моему, полнометражный, да, «Дорогие товарищи» про новочеркасский расстрел. Уже на фестивалях показывают. Да-да-да. Там уже, судя по имеющимся кадрам, отзывам и рецензиям, уже все прекрасно. Раз призы дают, то все замечательно, да. Готовимся еще к сериалу «Иван Грозный». А ты, кстати, про него слышал когда-нибудь, нет? Что там новочеркасский кого-то расстреляли. Слышал? Ну, пока я жил в Советском Союзе, конечно, я не слышал. Ну, я еще маленький был, а потом, конечно, слышал. Он 1962 года, да? По-моему, да. По-моему, да. Но это мне год был, поэтому я тоже как-то не очень, блин. Ну, было бы интересно в свете, так сказать. Я как бывший милиционер заподозрить могу только одно, что граждане куда-то рвались к оружию или достали оружие, и поэтому по ним начали стрелять. Да по ним-то не стреляли самое главное. Сами себя постреляли. Самое главное, что там... Когда ломанулась... Ну, это если в общих чертах, в самых общих чертах. Когда толпа ломанулась на армию, а армия не умеет обращаться с толпой вообще, они не обучены в принципе. И да, возникла угроза завладения оружием. Принялись стрелять по верголов. Предупредительные, пугающие выстрелы. А так как это были боевые выстрелы, то все, что пошло по верголов, пошло по деревьям, где сидели дети. Дети, естественно, засели на деревьях с целью посмотреть, что происходит. Вот туда пришлась такая неслабая очередь из многих стволов. Ну, там попадали дети, началось колоброжение, кто-то в кого-то стрельнуло, естественно. Ну, господи. Толпа людей взволнованных и армия, которая не умеет с ними обращаться. Ну, какие еще могут быть варианты? Все с боевым оружием. Это же нужно всего лишь... Всего лишь, я говорю, что толпа людей, армия, и дальше посмотреть, что будет. Да. А будет одно и то же всегда. Достаточное количество трупов и вопли про государственные перевороты. Вот, да. Танк выкатить тоже еще можно. Под него кто-нибудь прыгнет обязательно, ну и так далее. А там тоже можно холостым жахнуть. Да, можно очень сильно. Холостым очень сильно способствует. А тем более, что из танка ни черта не видно водителю. Это не автомобиль далеко. А многие думают, что автомобиль. Нет? Нет. Он не для того, чтобы что-то из него видеть, а вовсе наоборот. Вот. Ну, как-то там велосипедист взял, в танк въехал, ну его и намотало на гусенице в 6 секунд. А потом все... Видали, что делают? Куда ты суешься? Ну, ты видишь, 40 тонн едет. Ё-моё. Их не остановить на асфальте нельзя сразу. Ничего. Недавно была хорошая шутка. Назовите хотя бы один Майдан, который привел к улучшению ситуации в стране и процветанию. Да. Как он проигравший Майдан. Неважно. Ну, так можно вспомнить восстание левых эсеров. Тоже, пожалуйста. Типичный Майдан совершенно, который так как проиграл, привел к улучшению в стране. Слава Богу. Да. Ну, тем не менее. В общем, нам будет чем заняться. Мы, как киноведы в штатском, будем продолжать следить внимательно за новостями кино. В прошлый раз, когда упомянули «Игру престолов», там что-то в комментах, как обычно, прибежали люди, которые ненавидят «Игру престолов» с криками, что ни в коем случае не прикасаться, дорогие друзья. Мы занимаемся только тем, что интересно лично нам. Вы не поверите. Да. Тут же поступили предложения разобрать какие-то говносериалы типа «Викингов». Викингов, потом этот самый «Король вне закона» что-то там еще. Или «Королевство», я уж не помню. Ну, я даже не знаю. Ну, оно низкопробное, дешевое, никчемушное, ни о чем вообще. Как пока разбирали сериал «Рим», непрерывно просили разобрать сериал «Спартак». Я как-то даже... Вы его сами-то смотрели, хоть нет этот «Спартака»? Что там разбирать-то? Ну, говно же. Да. Там вообще никаких художественных достоинств. Не, ну, там единственный был момент, правда, не в «Спартаке», а в предыдущем, когда специально обученный раб дефлорировал девственницу-рабыни в горе коровьего говна, а пересыщенный римлянин говорит, смотри мне в глаза, смотри мне в глаза. Ты думаешь, что я тебя вот так специально поставил тот раком в горе говна, а теперь тебя вот этот шпилит огромный, этот упырь. Нет, это просто жизнь так устроена. Все так живут, ты понимаешь? Я так прямо все думаю. Вот это ход. Вот это хорошо. Творец писал сам про себя. Рожи мерзкие, сериал говно, поэтому говно разбирать не будем. Не, ну, там уж как-то совсем, что там разбирать, ну, вот конкретно, он не претендует ни на какую историчность, там нет ничего художественного такого слишком хорошего или слишком плохого, то есть, его ни обгадить, ни похвалить, ничего нельзя. А эти откормленные волками ты не смотрел? Я посмотрел, внимание, 5 серий, ну, почти 4,5. Дай я тебе расскажу. Мне, короче, Джун налил, я скачал, и они у меня не в том порядке построились. Я, думая, что это первое, нажал, включилось. Какие-то барханы песка, идет Рагнер Лотбракт. Уже смешно. И несет какие-то носилки, и с ним другие идут, и все в таких польтах, такие польта там с какими-то... С вот такими пуговицами. Да, погоны, пуговицы, что-то нарисовано. Вот это да. Вот это полет мысли, да. То есть, это, как я понял, они вывалились из какого-то звездолета, да. Я вот, ты знаешь, когда в лес иду, одеваюсь в специальную лесную одежду, чтобы мне удобно было в лесу. Если по пустыню я пойду, то не в польтах. В белых. Слушай, это одежда специально космических кораблевых. В шанелях. В шанелях. Ну, польта тоже здорово. Я понял, что это надо посмотреть. Космическая шанель. Вот это надо посмотреть. Хотя бы крупными мазками разобрать. Потому, что там накал идиотии исключительно высок. Скотт не подскочал. После всех прометеев, заветов он просто взял новую планку. Потому, что вообще нет такой мощи. Ну, при этом. Потом я начал смотреть первую серию. Ну, там чисто Прометей. Космос. Ложбина. Влетает корабль. Выпускает парашют. Ядрит, твою мать, скачет по камням. Блин. Представляете? И доскачивает до дырки. И в яму падает. Вот это да. Вот это сюжетный ход. Я... Блин. Даже не надо... И два дегенеративных робота в пластмассовых шлемах. Зачем вам пластмассовые шлемы? Это специальные космические шлемы или специальные роботские шлемы? А почему вы их дальше не носите тогда? Видимо, тюбетейка. Роботская тюбетейка. Чтобы Господь видел, что ты о нем помнишь. А зачем у казаков на башке крест? На кубанках этих или как они правильно называются? Я думаю, это специально, чтобы при орбитальной бомбардировке, чтобы своих узнавали. Вот так вот. Я думаю, что роботам эти шлепы, чтобы ухи не отвалились при посадке. Потому, что у них там ниточка между ушей держится. Держат оба уха. Если при посадке сильно шлепнет, ниточка порвется и оба уха отвалятся. Понимаешь? Робот туда смотреть не сможет. В общем, сериал, по-моему, прекрасный. Поскольку тут же я потерял, ну там какой-то скан некой газеты, где Ридли Скотт отвечает «Go fuck yourself» возмущенным поклонникам таланта. И я представляю, что ему там наговорим. Мы тоже что-нибудь расскажем Ридли Скотту. Обязательно. Все рехнулись. Все рехнулись. Вообще уже никого не осталось, кто делал нормальные фильмы. Клинт Исфуд рехнулся, Скорсезе рехнулся, Скотт рехнулся. Ничего не осталось. Или они вот это вот, какое говно вокруг булькает, они под говной подстраиваются по фигню? Ну, судя по всему, да. Они же не могут одновременно по сговору рехнуться все. Это маркетинговый запрос явный совершенно. И на это следует маркетинговый же ответ. Давайте дам какашек. Идиотия. Спасибо.